Здравствуйте! В эфире канала Россия, итоговая информационная программа о событиях недели. Более одной тысячи домов планируется подключить газу в Карачаево-Черкесии в рамках программы догазификации в 2024 году. В этом году в Карачаево-Черкесии планируется строительство газопроводов вводов к 1132 домовладениям. Всего с начала действия программы социальной догазификации жителями региона было подано более 5000 заявок. По многим из них заключены договоры и завершены строительно-монтажные работы. В 10-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя к России Карачаево-Черкесия направила груз поддержки бойцам 34-й мотострелковой горной бригады, которые находятся сейчас в зоне СВО. В составе груза 9 тонн питьевой воды. Ее представил член Совета Федерации России Крым Казаноков. И одна тонна продуктов, которые для наших военных передали жители городов и районов республики. С начала спецоперации региональное отделение партии «Единая Россия» на регулярной основе ведет работу по оказанию поддержки бойцам. Крым Казаноков, депутатский корпус, депутатский корпус, правительство, всем неравнодушным предпринимателям, организациям. Потому что это реально колоссальная помощь, это огромный объем работы, проделанной за весь этот период. И, конечно, это невозможно переоценить тот вклад, который наша республика вносит в поддержку наших ребят, которые сегодня находятся в зоне проведения специальной военной операции. Когда они приезжают сюда, мы с ними встречаемся, они все говорят о том, что для них очень важна эта помощь, которую они получают от нас. Она своевременная и необходимая, потому что то, что они получают, это действительно им нужно там. Педагогическому колледжу республики скоро исполнится 110 лет. Эту юбилейную дату коллектив и учащиеся образовательного учреждения ждут с нетерпением. И уже начали подготовку к ней. И подарки уже дарят заранее. Так депутаты парламента Карачаева-Черкесии удовлетворили просьбу руководства училища о благоустройстве двора. На осмотре итогов работы побывала Мадина Каракетова. Сейчас этот двор не узнать, рассказывает в съемочной группе директор Черкесского педагогического колледжа Николай Рыжов. А что было, детей сюда старались не пускать. Все значимые для нашего образовательного учреждения мероприятия проводились в городском парке. Такое состояние было, когда вызывало даже опасность для жизни и здоровья наших студентов. Покрытие уже пришло не в годность асфальтовая, я имею в виду. Были выбоины. То есть сама территория практически непригодна для проведения массовых мероприятий. Черкесский педагогический колледж в былые времена училища – самое старое образовательное учреждение в республике с вековой историей. Здание, которое он занимает, также почтенного возраста – 1936 года. Здесь начинали свой профессиональный путь большинство самых именитых и уважаемых педагогов республики. Выпускники педагогического училища проявили свои лучшие качества и в годы Великой Отечественной войны. Колледж и назван в честь своего выпускника, героя Советского Союза Умара Хабекова. Сегодня при взгляде на это здание невольно возникают мысли, что оно знало и лучшие времена. И вот обращение с просьбой помочь с ремонтом двояровой территории колледжа в республиканский парламент была рассмотрена и поддержана. Последние, я думаю, как минимум 40-50 лет благоустройство на данной территории не проводилось. С моим коллегой Алексеем Васильевичем мы пообещали помочь колледжу в этом проблематичном вопросе. И благодаря мэрии города Черкеска и лично Алексею Олеговичу Баскаеву и заместителю Артуру Владимировичу Озову нашли возможность изыскать тысячу квадратов плитки. И кроме этого мы помогли финансово для укладки этой плитки на данной территории. Нам очень приятно, что данный вопрос за столь короткий период, то есть в течение года, решился. В настоящее время в системе образования, конечно, оказывается, уделяется достаточное внимание. Но в плане ремонта школ, детских садов, значит, а вот среднеспециальные учебные заведения немножечко выпадали. И с этой обоймой. Я думаю, что после послания нашего президента еще дополнительно будет уделяться внимание и не только школам, и образовательным, всем образовательным организациям, но и колледжам. Директор колледжа Николай Рыжов рассказывает, что каждый понедельник на этой площадке торжественно поднимают флаг России, проводят линейки. А с потеплением этот двор станет свидетелем множества студенческих мероприятий. С гордостью демонстрирует гостям директор колледжа и зону отдыха, появившуюся во дворе с его благоустройством. Здесь фонтан, цветник, беседка и даже свой мини-фруктовый сад. Все это было бы невозможно реализовать без личного участия депутатов парламента Василия Полякова и Алексея Ганшина, говорит директор колледжа Николай Рыжов. Черкесский педагогический колледж был и остается самой востребованной кузницей учителей начальной школы и воспитателей детских садов. На сегодняшний день здесь проходит обучение в очной и заочной форме 519 студентов. Колледж готовится к внушительной дате, к 110-летию со дня образования. И педагогический коллектив и студенты надеются, что ко дню рождения колледж получит не менее желанный и долгожданный подарок – капитальный ремонт здания. Мадина Каракетова, Ринат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Далее в нашей программе интервью с председателем сельхоза Артели Кубань, руководителем регионального отделения Союза женщин России в Карачаево-Черкесии Мариной Барлаковой. Она расскажет нашему корреспонденту Белле Джозаевой об участии в форумах, прошедших в Москве. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина Рамазановна. Марина Рамазановна, наверное, я сразу скажу, что с вами я буду на «ты», потому что мы знаем друг друга с самого детства. У нас родители дружили, я всегда об этом говорю. И как-то у меня язык не поворачивается говорить с тобой на «вы». Марина, я знаю, что ты не очень любишь выступать, ты свои хорошие дела делаешь тихо. Но тем не менее я всегда выступаю инициатором того, чтобы ты приходила к нам в гости, потому что на самом деле ты очень активный человек. Мало того, что ты председатель, наверное, единственный на Северном Кавказе такого успешного крупного сельхозпредприятия, колхоза «Кубань». Ты руководитель регионального отделения Союза женщин в Карачаево-Черкесии. И опять не устаю повторять «Мама четверых сыновей». Я желаю тебе так же оставаться такой же активной, такой же доброй, такой же порядочной. И вот такой маленький сладкий тебе презентик. Спасибо большое. Ну а теперь перейдем к нашей беседе. Я знаю, что ты вот недавно вернулась из очередной поездки из Москвы, где участвовала в двух сразу форумах серьезных. Один форум, я знаю, что там связано с «Единой Россией» и с нашим Союзом женщин. А второй – это международный форум, выставка на ВДНХ. Я знаю, что там было что-то тематическое. И мне бы хотелось, чтобы ты рассказала, как ты провела эти дни в Москве, что ты нового узнала. Спасибо большое. Была в очередной раз, ты пригласила меня на свою передачу. Знаешь, с недавних пор я поняла, что делать какие-то дела уже как бы не на виду, уже не получается. Мало того, что такие знакомые и друзья в твоем лице, опять-таки, постоянно об этом говорят. И плюс я возглавляю на сегодняшний день не только сельхоз «Артель». Так получилось, я возглавляю общественную организацию, наше региональное отделение Союза женщин. И с недавних пор я стала возглавлять, вернее, назначили председателем Общественного совета федерального партийного проекта «Женское движение Единой России». Я член Единой России. Хотела бы сначала небольшой экскурс сделать по поводу этого федерального проекта, а потом уже рассказать о форуме, если разрешишь. Я себе выписала основные какие-то моменты, если можно, я зачитаю, чтобы не сбиться. Конечно. Не так давно я стала возглавлять этот проект. Этот федеральный партийный проект «Женское движение Единой России» утвержден решением президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» в октябре месяце 2022 году. Руководителями проекта стали Галина Карелова. Она сопредседатель Общественного совета федерального проекта. Также она заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации. Следующий – это Дарья Лантратова. Она тут также сопредседатель Совета Федерального проекта. Она сенатор Российской Федерации. Третий, значит, сопредседатель, она не сопредседатель, она координатор. Это Наталья Полуянова. Она координатор федерального проекта и депутат Государственной Думы. Вот такой интересный состав этого федерального проекта, достаточно серьезный, на мой взгляд. Вот, также возникает такой вопрос, кто в составе этого федерального проекта на сегодняшний день. На федеральном уровне в Общественный совет проекта вошли Совет Федерации, Министерство здравоохранения, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство труда, Центр мой бизнес, Торгово-промышленная палата. И как ни странно, Союз Женщины России, вот почему я стала и председателем этого федерального проекта. Арина, женщины могут все? Да, женщины могут все. Основные направления работы, конечно же, встает вопрос, чем занимается этот федеральный проект. Это женская политика, номер один. Это женское предпринимательство, женское здоровье и социально-гуманитарное направление. Ну, этот проект, он объединил более, уже на сегодняшний день, 100 тысяч участников из более 80 регионов нашей страны. Вот. Теперь вернемся к форуму. Основной вопрос, который ты задала. Форум состоялся 4-5 февраля в городе Москва. Форум, на который приехали председатели и координаторы со всех регионов нашей страны. Это был второй всероссийский форум. И тематика этого форума, она звучала «Единство, победа, будущее». Ну, сегодня мы понимаем, что это основное наше направление. Сегодня, когда наша страна находится в таком непростом положении, скажем так. Сегодня все основные работы, я не скажу, что только «Единая Россия», но и все, мне кажется, жители нашей страны, в каких бы они партиях не состояли. Сегодня основная цель – это победа. Сегодня основная цель одна. Вот. И, естественно, акцент был сделан на этом. Вы знаете, что меня, вернее, ты знаешь, что меня удивило. Мы все были разных национальностей, опять-таки, да, разных вероисповеданий, разных, из разных регионов. Но атмосфера царила такая дружественная. Так было тепло, уютно. Вот это общее дело, оно очень сплачивает. Мы все друг друга понимали, можно сказать, без слов. И настолько эмоционально это все было, честно говоря, я еще под впечатлением. Если можно, хотел бы рассказать момент, когда выступала мама одного из героев, участников СВО, погибшего парня. Это первый герой России, Нурмагомед Гаджимагомедов. Его мама Мазаева Сапи Жад Исаевна, она произнесла очень такую речь эмоциональную. Несмотря на то, что она потеряла своего сына, который был первым героем нашей страны, она отметила, что такие форумы, они очень поддерживают этих женщин. Она поделилась своим опытом и сказала, вот хочу рассказать, как построена в нашем регионе вот эта гуманитарная миссия и в том числе отношение к родственникам. Это Дагестан? Это Дагестан, да, участников СВО. Вы знаете, с мамами погибших воинов очень непросто общаться. Очень тяжело морально. Они не всегда идут на контакт, не всегда можно с ними как-то вот, знаете, найти, подобрать слова, которые вот какую-то хотя бы вот... Успокоят этих людей, да. Порой это единственные сыновья в этой семье. Вот. И здесь у нас я тоже неоднократно встречалась с такими мамами. И когда уже контакт налаживается, они очень ждут этого внимания. Внимания не в материальном плане, внимания именно соучастия, сопереживания. И этого оказывается мало. Вот я как услышала из ее речи, этого мало просто сопереживать. Они хотят в чем-то участвовать, в каких-то проектах. И в Дагестане... Это, наверное, своего рода продолжение дела их детей. Детей, да. Вы понимаете, они должны чувствовать, что смерть... Свою нужность. Смерть их детей была не напрасна. И что вот о родственниках, мамах, женах этих героев помнят, и они нужны. Их миссия значима. Марина, я тебя сейчас перебью. Ты сегодня пришла к нам с другого мероприятия. Такая очень тоже расчувствовавшаяся. Это тоже что-то связанное с патриотизмом. И перед началом нашей беседы ты сказала, я сегодня дам волю чувствам. И я вижу, что ты принесла очередную грамоту, благодарность. Это кто тебе вручил? Вот это я бы хотела рассказать. Тоже вот небольшой такой момент. Меня сегодня пригласили на мероприятие, которое организовала Коммунистическая партия нашего региона. В лице первого секретаря Бутаева Кемала. Это мероприятие, оно называлось «Честь имею». Честно говоря, настолько я впечатлена была, настолько я была растрогана. Принимали участие там и семьи участников СФО, принимали участие военные и солдаты, которые принимали участие в других войнах, в том числе афганской войны, участники. Простите, пожалуйста, но почему вас КПРФ наградила? Вы же член Единой России, насколько я понимаю. Это был такой момент. Это было сказано и у нас на форуме «Единство». Сегодня приветствуется не конкуренция, а сегодня приветствуется объединение разных партий, разных взглядов на жизнь. Но вот один такой момент. Члены организации Союза женщин, они разнопартийные. То есть у нас нет в Союзе женщин представителей одной партии. И у меня самые активные администраторы инициативных групп, они также являются председателями женсоветов районных, женсоветов аулов, которые они возглавляют. И вот они меня пригласили, сказали, что наш руководитель пригласил, если у вас будет такая возможность. Я с удовольствием откликнулась, потому что это общая работа. Они делают такую большую гуманитарную миссию. И я была очень удивлена, что меня отметили вот такой грамотой. И мероприятие называлось «Честь имею». И я хочу сказать, что для меня тоже это было большой честью прикоснуться к их мероприятию. И что я, понимаете, поняла в тот момент, когда я смотрела, там была и праздничная программа такая, выступали детки в пионерских галстуках. Я поняла, что я советский человек, несмотря на принадлежность к партии, которая сегодня у нас основана. Ностальгия. Ностальгия. Я вспомнила детство. Я поняла, что я до мозга костей советский человек, как бы там ни было. Но эту историю же мы не убираем. Мы гордимся тем, что наша страна была тогда сверхдержавой. Потом как получилось, так получилось. Я поняла, что я осталась пионером, ну, дальше не посчастливилось мне как бы вырасти в этих статусах комсомолистом. Портбилета у меня не было, да, и насколько это было важно раньше. И я поняла, что вот это моя готовность, будь готов, всегда готов, оттуда, с того времени, да. Марина, в нашей стране есть один очень известный печатный орган. Называется он «Российская газета». Все мы прекрасно знаем, что это за газета, какое она имеет значение, сколько ей лет и так далее. Я слышала такую историю, что ты оформила подписку на несколько сотен экземпляров для социально значимых объектов. Допустим, это больницы, какие-то госпитали, дома ветеранов. Хотелось бы, чтобы ты об этом рассказала. Мы действительно являемся партнерами правительственного издания «Российской газеты». Уже на протяжении более пяти лет мы ранее оформляли подписку нашим ветеранам журнала «Родина». Также мы оформляли подписку ветеранам города Черкеска, ежедневной газеты «Российская газета». Мы могли выбрать на свое усмотрение количество экземпляров. Мы выбрали полугодовую подписку в количестве 200 экземпляров для ребят, которые находятся в госпиталях. Я не думаю, что все отреагировали на это письмо. Я не знаю, но мы получили. Мы постарались отреагировать, потому что все-таки руководитель этого серхозпредприятия достаточно патриотичный. И скажу, почему я считаю, если сегодня мы не будем рядом с теми, кому это надо, то завтра оно не нужно. Это завтра, эта помощь, может, она не понадобится. Сегодня в госпиталях мальчики, может быть, действительно, читая эту газету, как-то отвлекаются в курсе каких-то событий. Я посчитала, что именно в госпитале наше будет направление. Я рада, что нам получилось это сделать. Они в подарок опубликовали о нас небольшую статью о работе наших женсоветов с фотографиями представителей наших женсоветов. И буквально газета дня на день будет у нас. Ну что же, Марина, я еще раз благодарю тебя за участие в нашей программе. Я желаю тебе, чтобы у тебя на все хватало сил. Я не буду спрашивать, сколько часов в сутки ты спишь, но оставайся, пожалуйста, таким вот отзывчивым человеком, каким ты являешься. Ислам Крым Шамхалов. Поэт, художник, энтузиаст народного просвещения. Его стараниями во многих горных аулах были открыты начальные училища. Многие годы он посвятил составлению карачаево-балкарской азбуки на основе латиницы. Вел он и активно общественную деятельность. А в 1892 году в Тиберде организовал оздоровительный поселок, чтобы привлечь курортников. И сам перебирается оттуда, не испугавшись отсутствия инфраструктуры. Редкие картины и уникальные документы собраны в картинной галерее на выставке, приуроченной к 160-летию Ислама Пашаевича Крым Шамхалова. Об этом удивительном человеке, сыгравшем огромную роль в истории своего этноса, в репортаже Аллы Динаевой. Писатель, просветитель, художник, прославивший карачаево-балкарский народ в веках. Ислам Крым Шамхалов сделал невероятно много для развития экономики, литературной мысли и культуры Кавказа. Не хватит слов, букв, чтобы описать, дать оценку всей деятельности Ислама Пашаевича Крым Шамхалова. Тем более, не хватит никакого иллюстративного материала, чтобы это показать. Но мы же, со своей стороны, попытались показать частичку его жизни, частичку его работы. Автор книги «Исламбей» Рашид Хатуев вместе с коллегами много лет собирал все, что связано с именем Ислама Пашаевича. И они создали триаду – это крым-шамхаловские чтения, медали «Исламбей» Крым Шамхалова, которое присуждается по пяти номинациям – искусство, литература, наука, экономика, общественная деятельность. То есть, тем сферам, где проявил себя Крым Шамхалов. И третий – это спортивный турнир. Именно по той третьей части я на это хотел обратить, это кубок Ислама Крым Шамхалова. Мы проводили… Первый был республиканский, второй республиканский был кубок. Крым Шамхалова тоже с спортивной частью связано. Эта спортивная часть именно в его дружеской эпиграмме содержалась установка или ориентир на этот вид спорта. Там Коста Хитогоров в своей эпиграмме, имея в виду Ислама Пашаевича, говорил… У него есть такие слова, на что мы наткнулись. Игру ж нет, крокет заброшен. Художник и поэт Ислам стал нелюдим, тяжел и тошен, давно уж не товарищна. Крокет. Мы бросаемся, что такое крокет? Открываем. Прекрасно. Мы очень много крокет помним. Если вы помните «Не бойся, а с тобой»… Там «Палат Библио» играл, скажите, помните, классика советского кино. И там они играют на берегу речки, похожей на нашу тиберду, играют в крокет. И говорят, это игра аристократическая. Сергей Юрский играет приставо, там говорят, это игра аристократическая. И дальше, смотрим поглубже, глубже смотрим, и оказывается, что крокет, который Ислам Крымшамхалов, Костахи Тагуров и его их товарищи, там, да, и все остальные играли там, на площадке конторы рудника «Эльбрус». Это был первый олимпийский вид спорта в нашем горном крае. И в первой олимпиаде, и во второй олимпиаде, в двух первых олимпиадах это был олимпийский вид спорта. Таким образом, мы уже знаем, можем датировать. Это эпиграмма 1892 года, там датировано. Мы знаем, когда, при чем участие у нас появился первый олимпийский вид спорта. Наверное, очень многие не знают, но он, работая в рудниках вельбрусских, он создавал драматические кружки и ставил постановочки. Об этом написал в своей книге Зимхарат Баташева-Хабичева. Начиная от театра и заканчивая геологией, этнографией, самыми сложными науками Ислам Крымшамхалов проявил себя буквально во всем, к чему у него был интерес. А любая вещь, которая касалась его народа, для него была интересна, нужна, необходима, говорили выступающие. Если мы обратим внимание на фотографии, надо сказать, что Ислам много общался, как мы сегодня говорим, и не только с теми, кого мы знаем, и с теми, кого мы не знаем. Скорее всего, общался с представителем русского и дворянства, и офицерства, и интеллигенции. И не всегда вот это его занятие живописью, музыкой и так далее, творчество, он не всегда находило понимание в народе. Мы это тоже должны понимать. Но тем не менее, он никогда не отказывался от того, что он карачавец, от того, что он мусульманин, от того, что он горец. Вот это самое главное, мне кажется, в его судьбе, в его творчестве, в его жизненном кредо, что он всегда оставался и думал, и работал ради своего народа. Этюды пейзажей за окном, холсты на картоне, портрет мужчины, речной камень и не только. На экспозиции представлены работы Ислама Крымшамхалова, написанные на холсте маслом. Это оригиналы, здесь же репродукции его работ. Фотографической части экспозиции можно посмотреть дореволюционные снимки семьи, родственников, друзей. Представлены и уникальные архивные документы, и его обращение к руководству Кубанской области по проблемам землепользования карачаевцев. То есть речь шла о том, чтобы расширить земли, которые в пользовании карачаевского народа, так как часть земель была изъята в казну, а Ислам Крымшевич, будучи доверенным Карачаеву, он старался для того, чтобы если эти земли изъяты, то взамен карачаевцам предоставили дополнительные земли на западе современной Карачаева-Черкесии. Здесь экспонируются материалы, которые в обычное время находятся в его дом-музее Ислама Крымшевича. И плюс мы добавили материалы, оригиналы его работ, которые хранятся в фондах картинной галереи. К этому еще добавили репродукции работ Ярошенко и Хета Гурова, которые нам предоставил музей Ярошенко города Кисловодска. Из этого всего была сверстана вот эта выставка. Государственная задача такая, что мы должны оцифровать все предметы музейные и загружить их в единый государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. То есть все описания к этим предметам, их размеры, с чего они сделаны, эскизы, все это будет доступно с местами их хранения в свободном доступе. Эта работа у нас только начинается. Я надеюсь, в ближайшем будущем мы львиной долю закончим. Большевики уничтожили и запретили все, что было связано с аристократами. Попали в опалу и произведения Крымшамхалова, выходца из влиятельного княжеского рода. За советскую эпоху его произведения опубликовали лишь один раз. Именно благородная родословная сыграла с ним злую шутку, сделав практически невидимым для советских издательств. Поэтому произведения Крымшамхалова десятилетиями оставались без внимания читателя и вышли в широкую печать спустя долгие годы. Большинство было утеряно, в том числе и картина. Но то, что сохранилось, впечатляет. И это обязательно надо увидеть и прочитать. Алладинаева, Олег Бастанов, Вести Карачева, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok